Всем огромный привет! Меня зовут Наталья и я рада видеть вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет посвящено заготовкам на зиму, а именно заморозкам в морозильной камере. Я задавала вопрос, будет ли интересно вам такое видео о заморозках вообще и хранении в морозильной камере. И вы написали в комментариях, что да, снимай морозильную камеру и все, что в ней. И вот сегодняшнее видео будет посвящено именно этому. Буду вам показывать, что у меня на данный момент в морозильной камере, что я храню, как я храню. И, конечно же, краткий обзор о морозильной самой камере. Перед вами наша морозильная камера. Называется она Хайр. Функции у нее какие есть? Это супер заморозка. Вот если вот так нажать, сейчас показывает минус 18 в морозильной камере. Я могу ее поставить поменьше, могу ее поставить на супер заморозку. Это обычный, я вам скажу, морозильный ларь. Он самого маленького, по-моему, размера. Сейчас я вам даже замерю и покажу. Вот так вот, где-то 52, а вот так вот, где-то 70-71. И сама высота ларя 84 сантиметра получается. Вот такой вот ларь у нас, он небольшого размера. Здесь имеется вот такой вот шланчик получается тут, слив воды, когда размораживаешь. Есть ручка небольшая и замочек, но замочком мы не пользуемся. Ручка удобна. Морозильный ларь у нас без подсветки. Ну, давайте приступим, что у нас внутри будем смотреть. Вот так вот он сделан, в общем. Здесь у меня набирается не так уж и много вот этого вот снега, в принципе. Я думаю, это хорошо. Вот видите, с этой стороны снег есть. Вот, с этой стороны меньше, почему-то, не знаю. В этом ларе морозильном шла вот такая вот одна глубокая корзина. Она одна, но можно ее, нам сказали, докупить в каких-то магазинах специализированных или в обычных, там, где продают посуду. Короче, можно приобрести вот эту вот корзину и поставить, если нужна дополнительная. Здесь в корзине удобно хранить то, что я храню на данный момент, то, что мне нужно вот сразу открыл и достал, чтобы не копаться там, допустим, да. Я здесь положила, вот недавно с вами заготавливала свеклу. Это потертая свекла на терке и морковка, потертая на терке. Вот, так же у меня есть морковка кубиками. Вот на своей шинковочке я делала кубиками. Это все у меня свекла, морковка тут хранится, в общем. Здесь у меня зелень, укроп. Я говорю, тут уже самое такое, то, что нужно. Вот, сразу взял под рукой, чтобы было. И все, и пользуешься. Так, дальше. Здесь у меня идет в заморозке вот такой перец. Это острый перец дачный наш. Я его замораживаю, когда у меня остается. И у меня муж любит очень вот такой вот перец с супчиком, там, когда остренького хочется. Можно кушать. Очень хороший и свеженький такой прям. Получается, не теряет, в общем, своих качеств в заморозке. Дальше я пробовала замораживать свеклу. Это у меня вареная свекла. Буду пробовать делать салатик вот на днях. Обязательно вам потом скажу, как в заморозке такая свекла вареная. Вот, две суски я заморозила, в общем. Будем пробовать с вами. Также у меня здесь идут перчики вот такие вот. Я их замораживала тоже, это дачные. Они у меня сложенные вот так вот друг в дружку получаются. Вот вы видите, наверное, да, болгарские перчики. Можно будет их достать. Нафаршировать будут фаршированные перчики свои. Вот. Здесь покупала ягоду я. Это у меня ежевика немножечко. Иногда я размораживаю, детки кушают. Им очень нравится. Также хочу показать вот пока. Вот, это у меня получается ягодка, малина. Это малину я сюда законсервировала, да, получается. Ну, не законсервировала, а получается в бутылке. Вот так вот очень удобно. Разводишь малину, клубнику. Также можно делать с сахаром. Так, сейчас я сконцентрируюсь. Вот, смотрите, это малина, а это клубника. Я ее беру свежую, перетираю с сахаром. Немного даю, чтобы она дала сок. Немного постоять, чтобы она дала сок. И просто в пластиковые бутылки ее вот так вот перекладываю. И она у меня так хранится. Я ее замораживаю. А потом, когда мне нужно будет ее достать, я просто вот так вот отрезаю, получается, кусочек. И все, она легко оттуда вываливается в тарелочку. И потом немножко подождать, она разморозится. Или прям так можно будет кушать. Прям офигенная, знаете, прям вот как только с грядки как будто сняли. Вот у меня здесь стоит еще одна баклажка такая большая. Это тоже клубника. Она темная, правда. Вот ее набитается. Вот такая вот вещь. На место надо все это поставить. Очень глубокий ларь. Я стараюсь аккуратненько все делать, чтобы не пробить дно. Потому что оно, вот видите, такое у нас. Здесь я у многих видео увидела, что оно прям вот протыканное, как будто проколотое. Я не хочу такого. Я хочу, чтобы у меня было все хорошо. И поэтому я стараюсь не кидать сюда ничего. Чтобы у меня здесь, в общем, все было хорошо всегда. Как новое, в общем, чтобы было. Так, дальше. Из ягод что у меня еще есть здесь? Это вишня замороженная. Без косточек, скорее всего. Так, баклажаны. Кстати, про баклажаны хочу вам рассказать. Писал кто-то мне, что баклажаны и кабачки не понравились в заморозке. Кабачки, да, они становятся водянистые при разморозке. Когда их размораживаешь, они такие, как каша, как тряпка становятся. Мне тоже не очень понравились именно кабачки. А вот баклажаны мне понравились. Я их и жарила. Они прям как вот только с грядки снимешь. И жарила вот так прям кругляшочками с помидоркой, с майонезом, с чесночком. Очень классно, вкусно получается. И обязательно на следующий год побольше таких заморожим. Именно вот так вот мне больше нравится. Их и запекать можно. И жарить картошкой можно. Очень вкусно. Всем рекомендую. Потому что баклажаны обычно дорогие. А вот кто может себе позволить, хотя бы вот так вот, как я, немного заморозить. И потом просто помидорку покупаете, и закусочка у вас готова. Дальше у меня здесь уже котлетки. Я вам показывала рыбийцы, все лежат у меня тут. Потом вот так вот морковку я заготовила. Но морковку вот так вот неудобно. В каком плане? То, что приходится целый кусок вот такой вот доставать. И ножом ее откалывать. Я вот теперь вам показала. Пластиком намного удобнее, намного легче, как и все это. Делать. Вот. Здесь у меня фаршированные перчики, которые нужно скушать обязательно. Так, еще вот здесь покажу пакет. Это у меня уже вишня с косточками. Тоже дачная. Замороженная на компоты. Варить компоты. Дальше у меня что здесь идет? Это у меня перец. Болгарский. Не буду пакет открывать. Это у меня болгарский перец, нарезанный кусочками. Тоже с дачи. В общем, перец у меня тут навалом. Вот эти вот кусочки. Это тыква. Тоже я ее очистила. Все кружочками нарезала. Вот такая вот у меня тыковка. Тоже будем запитать. Что-нибудь делать с ним. Надо будет. Это уже пробовать. Все сейчас туда положу. Что-то здесь иметься. Вот так. Все, что я вам показала, убрать. Что-то все раз одно и то же не показывать. Вот это вот я купила в магазине. Получает цветная капуста. Так я это и не приготовила. И вот не знаю, если срок годности здесь прошел. Можно ли делать это все 31, 10, 20. А хотя нет, срок годности не прошел. Получается, да? Можно бы что-нибудь приготовить вкусненькое. И вот фасоль стручковая. Вот такую тоже купила в магазине. Вообще хотела свое вырастить, но почему-то у меня не получается. Вот не фасоль стручковую вырастить, не капусту вот такую вот. Ладно. Можно купить по чуть-чуть. Мы ее особо более-то не едим. Вот у меня сколько кабачков. Вот так кусочками я нарезала. Так пока ничего с ним не готовила. Надо будет, конечно же, приготовить. Там у меня лежит, вот еще, если вам видно, такой же болгарский перец. Он тоже так же сделан, видите, сложен друг в дружку. И получается для фаршировки перца. Вот так вот они вместе. Тут вот у меня еще кабачки. Тут, получается, у меня перцы целиковые. Это болгарский перчик тоже кусочками, вот видите, порезанный. Вот здесь у меня, что это такое? У меня ягода какая-то. А, это вишни без косточек. Это я вот на один раз, допустим, бросила в кастрюлю и сварила комфот. Здесь тоже вот порционная. Тоже вишни без косточки. И здесь у меня уже идут красные перчики. Тоже болгарские вот. Вот, вытащила вам показать, как сохраняется болгарский перчик. Прямо вот так с веточкой. Его можно немного разморозить. Не прям полностью, потому что он будет такой мягкий, вялый весь. А вот именно чуть-чуть его отдать тепленькой водичкой. Сразу можно срезать, почистить и нарезать прям кубиками. Вот так вот. Но это, конечно же, много занимает место. Поэтому я просто вот так вот сделала. То, что мне уже неохота было резать все это. В общем, я вот так просто кинула, заморозила и все. И это, в принципе, можно что хочешь с него приготовить. Можно и кубиками порезать, и полосочками порезать. Как вам нравится, в общем, и приготовить блюдо, какое вам нравится. Вот заморозка такая вот у меня. Продукты такие в морозильной камере у меня хранятся. Теперь вы знаете, что у меня в морозильной камере находится. Но это, конечно же, она у нас первый год. Мы ее только вот летом, получается, как бы в конце лета купили. То, что успели мы заморозили, конечно же, я планирую на следующий год, когда выращу, закрою, а то нельзя долго держать. На следующий год, конечно же, я планирую побольше всего заморозить, прям, чтобы она была полная. И еще один момент того, что у меня принципиально здесь не хранится мясо. То есть, вот, которое мы купили мясо в магазине, ложим в пакет и сюда, да, нет. Здесь я храню конкретно овощи, фрукты, ну, вот, ягоды и полуфабрикаты. То есть, уже почти готовые блюда, ну, как бы полуфабрикаты. Допустим, котлеты сделаны, пельмени, вареники можно будет сюда положить. Там, фаршированный перец. В общем, полуфабрикаты, которые уже готовые. Вот здесь я храню. Конкретно мясо я здесь не храню, потому что я слышала, что от мяса бывают плохие запахи появляются в морозилке. Сейчас у меня никакого запаха плохого в морозилке нету. Когда морозилку открываешь, пахнет приятным болгарским таким перчиком. Знаете, прям, очень, очень прям аппетитно гоняет при открытии морозильной камеры, в общем. Вот, мясо я храню в холодильнике. У нас есть внизу морозилка. Три отсека, очень много. Поэтому я могу хранить мясо там. А уже готовые полуфабрикаты и все остальное, как я уже сказала, храню здесь в морозилке. Если вам это понравилось видео, обязательно поставьте пальчик вверх. Пишите еще свои запросики, какое видео снять. Я обязательно и с удовольствием сниму, поделюсь с вами. Вот. И подписывайтесь, конечно же, на канал, кто еще не подписался. А я с вами буду прощаться до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok